Александр и Раиса Теляковы переехали из России в Брест несколько лет назад. На новом месте знакомых и друзей Чита нашла в институте третьего возраста, где устроилась работать волонтерами и преподавателями. Александр открыл курс краеведения, а его жена Раиса – целую школу долголетия. Эти два направления существуют и сегодня. Более того, активно развиваются и привлекают немало слушателей. У людей есть востребованность знать, откуда мы есть, корни. И поэтому мой курс, он называется «Брест с продвеку». Не надо белорусам объяснять, что это такое. То есть это немножко, так сказать, глубже, чем просто краеведение. То есть откуда есть пошла земля берестейская. Вот это заинтересовало, это востребовано, поэтому людям это интересно. В нашем возрасте очень важно не почувствовать одиночество и не почувствовать вдруг свою ненужность, когда ты особенно занимал какие-то посты. И поэтому, притягивая сюда людей, я создаю им ауру, что мы нужны, что мы в этом третьем возрасте значимы, что у нас еще много того, что мы не успели для себя сделать. Кто-то порукодельничать, кто-то изучить компьютер, кто-то язык. А мы учимся работать с душой, работать с телом. Мы изучаем гимнастики, самые уже такие возрастные, китайские, японские. В институте третьего возраста открыто 8 направлений. Образовательная, редакторская, историко-краеведческая, нравственно-духовная и культурно-досуговая, физической активности, а также творческие мастерские. Если 6 лет назад учебу в институте начали 60 слушателей, то сегодня их число перевалило за полтысячи. И эта цифра не окончательная. Людей золотого возраста привлекает главная идея проекта – обучение и пенсионный возраст – успешно совместимые понятия. В этом году у нас появилось много направлений. Основной упор делаем на физическую культуру, для того, чтобы поддержать здоровье наших слушателей. У нас открылись новые группы фитбол, занятия с элементами йоги и занятия по суставной гимнастике, по методике Бубновского. Они пользуются большой популярностью у наших слушателей. Кроме волонтеров, преподавателей физической культуры, в институт третьего возраста требуются специалисты по английскому, польскому и немецкому языкам. В заключение Дня открытых дверей организаторы пригласили всех желающих на выпускную линейку, которая состоится 2 июня, где, среди прочего, пройдет дефиле выпускниц отделения кройки и шитья.